клавиатура вроде бы не так много значит в игре как коврик или мышка однако в последнее время игровые клавиатуры превратились в какой-то культ все хотят себе крутую но недорого и чтоб там был полный фарш давайте же разберемся как правильно выбрать себе игровую клавиатуру как вы знаете клавиатуры могут быть мембранными и механическими об их отличиях у нас есть отдельное видео так что останавливаться я на этом не буду вам нужно понять какой тип клавиатуры вам нужен механика будет чуть дороже мембранки подешевле мембранки есть с высокими кнопками и с низкими соответственно и ход у них короткий или длинный механические клавиатуры же практически все с длинным ходом вам нужно понять какая клавиатура будет для вас удобнее если вы любите короткий ход и ноутбучные клавиатуры то выбор будет небольшой и определиться легко а если любите средний ход клавиш или длинный, то выбор будет огромный. Если же хотите механику, то скорее всего встанет вопрос, на каких переключателях должна быть ваша новая клавиатура. Самые популярные Каил и Черри MX. Возможно, в интернете вы начитались инфы, что Каил не очень, потому что Китай, а Черри MX крутые, потому что Германия. По факту же, эти переключатели отличаются только нажатием. Черри и Каил бывают разных цветов. Каждый цвет означает разный тип нажатия. Например, синий цвет означает, что кнопка будет иметь четкий щелчок и среднюю силу нажатия. А красный, например, будет вообще без щелчка, то есть линейный ход и самая маленькая сила нажатия. У Каил основные цвета синий, красный, коричневый. У Черри к этим цветам прибавляется еще и черный. Теперь вам нужно понять, нужны ли этой клавиатуре дополнительные кнопки. То есть, если вы точно собираетесь их использовать, то, конечно, нужно брать клавиатуру с ними. Если же вы сомневаетесь или не знаете на 100%, будете ли юзать дополнительные кнопки, то лучше не брать. Это чисто мое мнение. Я бы не брал, потому что привычная раскладка меняется. Вот, например, здесь уже не Ctrl, самая последняя клавиша. И первое время пользоваться клавиатурой неудобно. Дальше определяемся с такими штуками, как подсветка, дополнительные порты, подставка под ладони, встроенная аудиокарта и всякие другие фишки. Я бы выбрал такое. Клавиатуру без дополнительных клавиш, можно со встроенными портами, без подставки и без всего лишнего. Можно с подсветкой. Возможно, даже вот такой. Особое внимание нужно уделить сборке и деталям. Смотрите, например, вот мембранная клавиатура. Она с ребрами жесткости, но даже она, если ее согнуть, она будет немножечко гнуться и скрипеть. Это нормально для мембранных клавиатур. Механика же, скорее всего, будет тяжелой и больше похожей на танк, потому что зачастую там очень много металла. Однако некоторые из них тоже могут поскрипывать, если вы попытаетесь их согнуть. Это нормально и ничего страшного. Также смотрите на дно клавиатуры. Резиночки должны быть не только по углам, а еще и посредине, чтобы клавиатура не прогибалась во время игры. Было бы еще неплохо иметь вот такой вот кабель-менеджмент, потому что провод иногда нужно выводить в разные стороны. А еще запомните, что резиночки должны быть не только здесь, но и на ножках. Как вы понимаете, качество материалов, подсветка и дополнительные фишки зависят от цены. Так что тут смотрите сами. Чем больше в клавиатуре примочек, тем она дороже. Главное понять, нужны ли они. На этом все. С вами был интернет-магазин FEWay. Меня зовут Макс. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, играйте в игры, покупайте клавиатуры и наслаждайтесь новыми девайсами. Пока!